Добрый вечер! Сегодня хочу рассказать вам как можно колоть грецкие орехи. Можно для этого взять молоток и как бы по старинке долбить молотком по грецким орехам. Но на столе вы это делать не будете потому что вы попортите стол. Если вы будете это делать на полу вы попортите пол. Но выходить на площадку колоть грецкие орехи это как-то несерьезно. Можно взять плоскогубцы. Но не всякий орех может зайти в плоскогубцы. И даже если зайдет даже если грецкий орех зайдет в плоскогубцы когда вы будете сжимать вы скорее всего раздавите половину содержимого грецкого ореха. Можно взять отвертку и ставить его вот между скорлупок. Повернуть и тем самым вы сможете расколоть грецкий орех. Но у вас потом может быть вот такая вот отвертка поломанная, кривая. то же самое касается и ножей. Если вы возьмете нож если вы возьмете нож точно так же вставите его между скорлупок начинайте поворачивать вы можете сломать лезвие ножа либо загнуть его и тоже ничего хорошего от этого не будет. Есть еще один классный способ можно зажимать дверные косяки зажимать орех колоть его но здесь есть один нюанс вы скорее всего вот эти косяки попортите вот как здесь попортен косяк если у вас старые двери вы их попортите это как бы может быть ничего страшного если новый то будет жалко плюс часть скорлупок и часть ореха у вас упадет на пол вам это все придется собирать с пола что же тогда делать вот мы нашли такой интересный способ берем обычный штопор вставляем его между скорлупок и проворачиваем проворачиваем и у нас получается раз скорлупа отходит здесь уже можно подосломать то есть мы нарушили крепкость самой скорлупы теперь мы можем просто взять руки подломать маленечко то есть целый орех его сложно сломать а когда вы чуть-чуть подломали уже можно вот мы скорлупу отдельно ядра ореховы отдельно и вот здесь мы тоже можем поддеть штопором вытащить вот эту сердцевину которая нам не нужна здесь подломано у нас уже и вытащить целую часть ореховой сердцевины ядра орехового давайте еще вот у нас орех заводим вот он как раз пополам поломался это идеальный вариант то есть мы вытаскиваем здесь ядро ореховое здесь тоже вот этот сердцевин убираем и все у нас получился ядро грецкого ореха в чем плюс штопора что его довольно таки сложно погнуть если погнете даже ничего критичного не будет его сложно сломать и он хорошо справляется с колкой грецких орехов на этом все спасибо